Боже мой! Если все жены, чьи мужья забывают про их дни рождения, пытались покончить с собой, у нас была бы гора трупов! Отдай мне письмо. Зачем? Оно мое! На нем мое имя. Боже мой, что за женщина! Выходит, за первого, кто сделал ей предложение, влюбляется в первого, кто проявил к ней интерес. Слушай, Фредди, думаю, вам лучше поговорить наедине, я пойду. С ней я еще успею наговориться. Останься. Фредди. Пойдем домой, пожалуйста. Такой спокойный и мирный тон. Ты видел? Это всегда срабатывает. Это убийственный метод. Я знаю, что умру. Пойми, это не твоя вина. Правда, Фредди? Ты такой, какой есть. И я такая, какая есть. Мне ни к чему все эти сложности, ни к чему. Я ни в чем не виноват. Я ни в чем тебя не виню. Ты не видишь, что я написала. Я не виню тебя. Я готов был ждать развода. А ты нет. Ты ни о чем не думала. Я никогда тебе не врал. Ты знала, на что идешь. Да, я знала, что это риск. И я пошла на это. Боже мой. Как я ненавижу все эти истерики. Я всю жизнь этого избегал. Но так всегда происходит. Всегда. Ты говоришь, что я не люблю тебя так, как ты любишь меня. Это не моя вина. Приведу пример. Джек и Джилл. Джек любит Джилл. Джилл любит Джека. Но Джек любит Джилл не так, как она его. Джек никогда не просил, чтобы его любили. А как же Джилл? Значит, Джилл, не повезло. Я не могу вечно быть Ромео. Хватит, ребята. Пойдемте внутрь, выпьем. У тебя есть шиллинг? Что? Есть шиллинг? Включишь газ. Если я опоздаю к ужину. Фредди, милый. Пойдем домой, умоляю. Не пойду. Ты вечно болтаешь и ноешь. Нет. Я не буду. Клянусь. Больше не буду. Я не буду удерживать тебя. Я не заговорю с тобой, если ты не захочешь. Поверь мне, Фредди. Я клянусь. Фредди, одумайся. Она же дает тебе слово. Привези мои туалетные принадлежности. Пожалуйста. Остальное я заберу, когда смогу. День рождения. Ты вечно. Ты вечно. День рождения. Я не буду. Ты вечно. Ты вечно. Они не могу. Продолжение следует...